Давай подключать к нашей беседе Сергея Грабского, полковника запаса, участника миротворческих миссий в Раке и Косово, военном эксперте, которого вы все знаете. Сергей Маратович, доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть. Доброе утро. Слушайте, ну вот вроде как с одной стороны хорошие новости о том, что у России истощается запас, но в том числе, мы сколько с вами в эфире обсуждаем, очень тяжело строить прогнозы. Видим, что у них, по информации Пентагона, уже доходит до расконсервирования складов 40-х годов выпуска этих снарядов, а там их, кажется, очень много может быть. Расскажите, пожалуйста, об этом детальнее. Действительно, на что мы можем рассчитывать и можем ли мы вообще какие-то прогнозы составлять? Вы знаете, тут очень много факторов нужно принять во внимание, и в частности факторы, собственно, интенсивности боевых действий тоже не являются последним из них. А именно, очень трудно спрогнозировать, когда все закончится, исходя из интенсивности боевых действий, которые ведутся сегодня. Ну, будем говорить откровенно, что на сегодняшний день наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Луганской и Донецкой областях. Да, существуют некоторые колебания в смысле интенсификации или деинфикации обстрелов в Запорожской и Херсонской области, но основные боевые действия ведутся там. То есть, если брать за показатель то количество снарядов, которые выпускаются в Донецкой и Луганской области, могут получиться одни цифры. И там действительно можно говорить, что оперативных запасов в Российской Федерации может хватить до конца этого года, может быть, на начало следующего. Но если мы говорим об определенном накоплении и снятии запасов советских с хранения, то тогда оперативные запасы возрастают. И можно говорить о том, что при некотором снижении общей интенсивности этих запасов может хватить надолго. Таким образом, если делать общий вывод, расслабляться нам очень рано и, скажем так, противник еще имеет возможность при некоторых флуктуациях интенсивности огня ввести боевые действия примерно такой же интенсивности минимум еще один год. С учетом того, что их производство не останавливается, а полтора миллиона снарядов в год, это все-таки полтора миллиона снарядов в год. Сергей Миратович, не с целью того, чтобы мы сейчас розовые очки надели и подумали, что Россия окончит обстрелы через месяц, А с целью понимания, вот, ну, снаряды 40-х годов, слушайте, ну, 80 лет им, а какое там, какое количество из них боеспособные, какие из них проверяли? Вот вы как военный эксперт можете рассказать, неужели они все пригодны для отработки? Нет, конечно. Когда снимается с хранения такая партия, производится переукупорка этих снарядов, то есть делается предварительная оценка возможностей их использования, потом делается тестовый отстрел партии, потому что они же хранятся как бы в партиях, и потом определяется их пригодность. Но знаете, в чем здесь проблема? С этой проблемой мы сталкивались еще в 2014-2015 году. Процент отказа таких снарядов в среднем составляет около 30, в некоторых случаях до 40 процентов. Но несмотря на то, что они как бы не взрываются одномоментно, на сегодняшний день, уже на сегодняшний день, мы имеем просто колоссальные проблемы с таким понятием, как загрязнение территории неразрывавшимися боеприпасами. И это очень серьезная проблема на ближайшие, я бы сказал, десятилетия для Украины, потому что та насыщенность взрывоопасными предметами, которые мы сейчас имеем в зоне боевых действий или в бывших зонах боевых действий, говорит о том, что мы эту проблему будем решать очень-очень долго. По заявлениям наших ДСНС, мы разминировали и уничтожили более полумиллиона взрывоопасных предметов с начала активной фазы этой войны. Можете себе представить, что это такое. Только неразрывавшихся авиационных бомб мы деактивировали больше двух тысяч. То есть это примерно такая очень мягкая картинка того, что мы имеем в реалии. И поэтому даже если этот снаряд не разорвался, он будет для нас еще очень серьезной проблемой и угрозой на ближайшее время, на ближайшие годы, я бы сказал. Поэтому никаких розовых очков, война это страшно. Давайте вот обговорим такой аспект. Смотрите, он именно военный. И очень хочется, чтобы вы объяснили нашим зрителям простым доступным языком. Вот смотрите, есть информация о том, что украинские военные на востоке нашей страны фиксируют истощение у противников запасов боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что в Украине, в свою очередь, налажено производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра. Скажите, пожалуйста, насколько это действительно важный и показательный момент? И в чем его главная суть? Очень интересно ваше мнение. Главная суть состоит в следующем. Первое. Калибр 122 и 152 миллиметра – это так называемый советский калибр. И до начала активной фазы войны Украина в промышленных масштабах боеприпасы таких калибров не выпускала. От слова совсем. То есть мы с началом агрессии полагались на наши запасы, которые были сохранены еще с советских времен, которые мы использовали, но значительно истощившиеся в течение восьмилетней нашей войны. И те запасы, которые нам передавали наши западные союзники, имеются в виду запасы бывших стран Варшавского договора. Нужно вместе с тем понимать, что несмотря на то, что мы начинаем получать все больше и больше вооружений и боевой техники именно западных стандартов, все-таки большая часть нашего артиллерийского парка, большую часть составляет именно советские системы, которые мы продолжаем активно использовать. Поэтому создание своей собственной базы по производству именно советских боеприпасов на ближайшую перспективу, на такой так называемый буферный период, пока мы полностью не перейдем на западные стандарты и западные образцы, является критически важным для нас. Потому что то, что мы уже истощили и использовали все запасы стран Варшавского договора, бывших стран Варшавского договора, это очевидно, но война продолжается. И как мы с вами уже определили, боевые действия ведутся с достаточно высокой интенсивностью и основную роль здесь играет именно артиллерия. Поэтому создание своего собственного производства, пусть и на ближайшую перспективу, но помогает нам выстоять и продолжать боевые действия с той интенсивностью, к которой мы их сейчас ведем. Вот есть информация, сейчас вот, знаете, прямой эфир, сразу же в режиме онлайн, следим за тем, что происходит, сегодня напряженное утро. Вот информация о том, что повреждено два админздания в столице, информация о жертвах уточняется, это информация от Киевской городской военной администрации. Ну, поражаются объекты на территории Украины, и вот Дмитрий Кулеба как раз просит у Запада поддержать позицию Бориса Джонсона по выделению нового типа гаубиц и новых партий. Как раз, чтобы можно было поражать в ответ объекты, но не на территории России, не административные объекты, а на временно оккупированной территории Украины. Скажите, пожалуйста, насколько действительно гаубицы могут изменить этот ход войны, и вот насколько вы оцениваете позицию главы нашего МИДа, потому что можно как раз вот эти линии обороны и линии снабжений, пункты снабжения оккупантов уничтожить, даже не прибегая к работе пехоты, к штурму наших временно оккупированных городов? Возможно, это и фактор сдерживания будет определенный. Да, в том числе. Нужно понимать, что гаубицы являются таким универсальным оружием, который может использоваться как в обороне, так и в наступлении. И гаубицы, имея специфику, так называемую настильность огня, они позволяют решать более широкий спектр именно задач огневого воздействия. И мы говорили, что артиллерия, именно артиллерия в этой войне играет одну из основных ролей, потому что около 80% всех задач огневого поражения решаются именно артиллерией на поле боя. Поэтому любое количество гаубиц, которые поступают к нам с запада от наших союзников, играет критически важную роль. Кроме того, нужно понимать одну очень важную вещь, а эта вещь называется стандартизация и имминификация боеприпасов. То есть, несмотря на технические особенности каждой гаубицы, будь то шведская, французская, американская или английская, они используют стандартные боеприпасы. И одним из типов этих стандартных боеприпасов являются высокоточные боеприпасы. Ну, допустим, будем говорить об эскалибуре калибра 155 мм, который позволяет наносить точечные удары, поражая военные объекты, но никак не административные здания, в глубине боевых порядков противника, разрушая эти объекты. И, как вы правильно заметили, размывая и разжижая его коммуникации и линии снабжения. А это критически важно для нас еще вот с какой стороны. Попытаться достичь паритета в физическом количестве стволов с Россией было бы, наверное, неправильно и недостижимо. Потому что Россия опирается на советские запасы, которые, как мы уже выяснили, накапливались больше 50 лет. Поэтому ликвидация именно баз снабжения, ликвидация полевых складов боеприпасов или оперативных складов боеприпасов позволяет как бы снивелировать то преимущество, которое пока российская артиллерия имеет на поле боя, но исходя из их количественного состава. Таким образом, нанесение таких ударов именно гаубичной артиллерии позволяет очень быстро свести на нет все попытки противника наступать. В общем-то, оно так и случается, потому что сейчас мы наступление наблюдаем. Попытки наступления ограничены только в районе Донецкой области. И вот, кстати говоря, Сергей, хотелось бы у вас узнать ваше мнение. Александр вот уже затронул тему заявлений Дмитрия Кулебы, глава МИД Украины, провел брифинг вчера. В частности, была озвучена мысль о том, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года. Опять-таки, очень важно понять, мы понимаем, что мы живем сейчас в такое время, когда каждый день война, можно ждать чего угодно в любой момент, но все же, видите ли вы сейчас такие вот, даже не то чтобы условия, но некие предпосылки для того, что масштабное наступление российской армии вот в эти месяцы, в январе-феврале 2023 года, возможно? Ну, знаете, возможно, они не будут еще готовы для какого-то масштабного наступления, но вместе с тем наблюдается серьезное сосредоточение вооружения и боевой техники в Белгородской области и в Луганской области. Мы наблюдаем перемещение противника на границе с Харьковской областью, то есть говорить о том, что такое наступление будет, говорить правду. Единственное, мы не можем точно сказать, это будет или в январе, или в феврале, или оно оттянется на апрель месяц, когда их уровень готовности будет гораздо выше. Нужно понимать, что Россия на сегодняшний день ведет с нами войну в своей традиционной форме, а именно войну мобилизованной армии. Они, ну, надо признать это, они умеют вести такую войну и только такую войну и знают. Поэтому чем больше времени они будут иметь на подготовку, тем вероятность такого наступления будет выше. А то, что они собираются это сделать, ну, это как минимум подтверждается тем фактом, что они провели частичную мобилизацию и сейчас заканчивают переподготовку и доформирование и как новых воинских частей, так и тех воинских частей, которые мы серьезно потрепали в этой фазе войны. Поэтому наступление возможно. У меня есть большие сомнения относительно того, что они будут способны начать его в январе-феврале, потому что здесь еще включается фактор логистики, а именно доставки достаточного количества вооружения, боевой техники, боеприпасов. В конце концов, даже зимнего обмундирования, потому что я общался с нашими ребятами в районе Бахмута, они иногда в ямах находили просто замерзших мобиков, что говорит о низком уровне подготовности российских воинских подразделений. Но то, что такое наступление готовится и они попытаются его провести, не вызывает никаких сомнений. Но Путин это всегда может оправдать. Замерз, но зато не отводки, как он сказал на встрече с псевдоматерями российских военных. Поэтому да, наверное, людей они точно не считают. А вам огромное спасибо, Сергей Грабский, за то, что приняли участие в нашем эфире. Сергей Грабский, военный эксперт, был в эфире Freedom.